Катастрофа Аральского моря В бассейне Аральского моря, который простирается через 5 стран Центральной Азии, проживает 40 миллионов человек, включая 4 миллиона живущих в непосредственной близости от него. Я, наверное, одна из последних детей, которая еще успела искупаться в Аральском море. И я помню из детства, что как-то моя мама сказала, что она в одном научном журнале вычитала, если наше море уйдет, то нас засыпет песком. И нам тогда оказалась страшная фантастика. Все так произошло быстро. И на сегодняшний день, вот, уже более 40 лет мы испытываем вот эти, как говорится, ужасы. В период своего расцвета экономика региона в значительной степени зависела от Аральского моря, где когда-то была развита рыбная промышленность. Теперь же, 3 месяца в году, местные жители подвергаются песчаным и пылевым бурям, которые сильно загрязняют окружающую среду и влияют на здоровье людей. Все люди вокруг живут благодаря рыбной ловле. Они не могут переехать и бросить работу. Они родились и выросли на этой земле. Сколько людей не могут покинуть эти населенные пункты? Сейчас работы у молодежи нет, и резко погода изменилась. В прошлом году в районе даже дерновой травы не было. Но теперь постоянно песчаные бураны. Погода испортилась. У нас вся жизнь заключается в воде и рыбном хозяйстве. От этого зависит наше благосостояние. Казахстан и Узбекистан ведут огромную работу по восстановлению экосистемы Аральского моря в рамках регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде и проекта USAID по восстановлению экосистемы на осушенном дне Аральского моря. Мы сотрудничаем с этими странами для внедрения перемен, способствующих развитию региона. Экологические проблемы Аральского моря известны не только Казахстану, но и всему миру. Пыль и соль с осушенного дна Аральского моря были обнаружены даже в Антарктиде. В соответствии с поручением главы государства с 2021 года ведутся работы по восстановлению экосистемы осушенного дна Аральского моря. И мы засеиваем 250 тысяч гектаров в год при поддержке правительства, Акимата и международных доноров. Следуя запросу правительства Казахстана, Агентство США по международному развитию USAID запустило проект по восстановлению экосистемы на осушенном дне Аральского моря. Он направлен на содействие и дополнение усилий правительства Казахстана по облесению осушенного дна Аральского моря, добавляя аспекты пилотирования, обучения и обмена информацией для улучшения совместных мер по облесению. Проект способствует повышению устойчивости экосистемы Аральского моря путем создания лесного оазиса с использованием инновационных методов, направленных на обеспечение саженцев Саксаула непрерывным орошением с использованием существующих подземных вод, при этом создавая стабильную экосистему с эндемичными видами флоры и фауны. В прошлом году на этой территории было высажено 62 500 саженцев на 10 участках по 5 гектаров, в этом году высажено 110 000 саженцев на 20 участках по 5 гектаров на этой территории. Дважды в год производится мониторинг приживаемости и роста растений, чтобы определить наиболее эффективные и действенные методы облесения, способствующие процветанию этого кустарника и одновременно уменьшающие вредные песчаные бури, от которых страдает сельское хозяйство или жизнь населения в регионе. Этот проект нацелен на то, чтобы создать оазис в лице лесосеменного участка, где бы присутствовала вода. Для этого, конечно, воду в ближайшие 50 километров брать неоткуда, ее действительно не хватает на такие нужды, поэтому бурится глубокая артезианская скважина. Это первая инновация. Второе. Мы применяем метод высаживания саксаулов в закрытой корневой системе. Третье. Это использование гидрогелия. Это тоже новая методика, которая используется для многих сельскохозяйственных культур. И четвертое, которое еще не реализовано, это предложение создать питомник здесь, на осушенном Днеоральском море. Создание системы подобных оазисов позволит улучшить состояние почвы и растительности на части высохшего морского дна, что будет способствовать повышению устойчивости ландшафтов. Кроме того, в рамках проекта была построена полевая станция, которая является важным центром для проведения исследований и лесовосстановительных работ. По периметру оазиса возведено ограждение длиной 9 километров для защиты черного саксаула от диких животных. Облесение высохшего дна Оральского моря с применением инновационных и устойчивых методов выращивания саксаула будет способствовать смягчению воздействия разрушительных песчаных бурь на здоровье человека и окружающую среду. Эти усилия направлены на улучшение условий жизни жителей Казахстана и всего региона. Что еще более важно, данный подход может быть использован местными сообществами, другими странами региона и донорами, что положительно скажется на жизни и благополучии населения всей Центральной Азии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова